Культ поход Владимир Грибанов, директор театра «Наспасская», председатель Кировского отделения Союза театра «Наспасская». Вадим Иванович, добрый день. Добрый день. Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра «Наспасская». Юлия, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости. Всё это стартует уже 17 сентября, то есть вот-вот. Намучились подготовкой? Ну, история непростая, сами понимаете. Любой фестиваль – это такой марафон. Сначала всё медленно начинается. А можно я быстро спрошу, почему фестиваль и лаборатория? Ну, объясню. Фестиваль «Вятка. Город детства» проходит в нашем городе уже не первый раз, не первый год. Всем это хорошо известно. Значит, в прошлом году была поставлена задача Министерством культуры Кировской области, которое является соучредителем фестиваля, а вторым учредителем является Союз театральных деятелей Кировское отделение. Была поставлена задача вот перед Союзом театральных деятелей, перед Театром Аспасской, значит, несколько изменить формат этого мероприятия, пригласить несколько иного уровня и качества коллектива, чем были в предыдущие годы. Ну, собственно говоря, вот с этой задачей в голове мы, значит, покинули в своё время кабинет министра, подготовили заявку. Эта заявка благополучно прошла, конкурсный отбор федеральный. И фестиваль будет проходить таким образом. Будут показываться одни из ведущих спектаклей для детей, которые созданы в нашем Отечестве, как спектакли драматические, так и спектакли театра кукол. Вот. И одновременно с этим будут происходить лаборатории для специалистов театра, такие лаборатории, как для специалистов для актёров, театра кукол, для актёров театра юного зрителя. Разные специалисты будут проводить лаборатории. Будет проходить лаборатория для специалистов, которые работают со зрителем. Это специалисты по связям с общественностью, там, педагоги, организаторы нашей театральной, административная часть, значит, да. Также мы на эту лабораторию приглашаем специалистов из Кировского драматического театра, приглашаем еще из соседних регионов людей заинтересованных, приглашаем, ну это объявление как бы вывешено специалистов из города, что называется, кто заинтересован в этом, кто хочет познать что-то в этой области. Будет лаборатория для детей, специалистам театра кукол, художник с ними будет работать. В общем такая, будет еще лаборатория для детей, они будут придумывать, сочинять. Ну там вот у нас есть спектакль, Коля на сочинение, фестиваль. Коля улыбался сразу. Да, значит, это в свое время была написана книга, папа написал о своем ребенке. Ну ребенок был нетрадиционный, значит такой больной ребенок, он придумывал разные истории и таким образом компенсировал себе в своей жизни, значит что-то. Вот, и папа все это записывал, потом этим заинтересовались люди, ну еще была издана книга, и на основании этой книги, вот собственно говоря, поставлен спектакль. Вот, и вот эти вот дети, которые будут приглашены на лабораторию, значит вот они тоже как-то эту историю будут там обсуждать, что-то с этим всем будут делать там и так далее. Вот, и вот спектакль «Дурацкие дети Лёля и Минька», тоже там детская лаборатория будет завязана непосредственно на этот спектакль, значит, дети будут рассказывать там про свои какие-то казусные, какие-то дурацкие случаи, которые с ними происходили, про отношения с родителями. Ну там никаких драматических историй не будет, там будут такие вот, ну забавные, интересные всякие истории, веселые и так далее. Вот поэтому это фестиваль «Лаборатория». Это интересно. Прям действительно по-новому. А вот сам подбор, вот вы говорили там, что вот эти вот спектакли там лучшие, которые созданы в нашем Отечестве, вот как он, это же довольно сложно собрать такую... Да, вот я вот с этого и начал, чтобы сказать, рассказ, потому что я говорю, вся эта история с вопросом, как это, трудно или нетрудно, вся, любая история начинается с задания. Потом над этим заданием долго люди думают. Потом люди начинают тыкаться носом туда-сюда, смотреть, значит, там, интересоваться в интернете с коллегами, советоваться, консультироваться и так далее. И всей этой историей занимался, значит, ну если как бы о каких-то формальных вещах говорить, вот я являюсь исполнительным директором этого фестиваля. Но у этого фестиваля есть еще программный директор Елена Геннадьевна Кривошеева, она зампредседателя Кировского отделения Союза театральных деятелей. Собственно, она занималась составлением программы этого фестиваля. Но мало того, придумать, какие же спектакли мы хотим здесь видеть. Еще нужно с этими коллективами, с руководителями, с режиссерами, там, значит, договориться. Их, поскольку одни-то, как я уже сказал, одни из ведущих спектаклей, да. А это же еще сентябрь, открытие сезона, Москва-Питер. Да, но это касается больше не у нас. Понимаете, это такие коллективы, которые уже награждены, там, так сказать, ведущими театральными премиями. Золотая маска или Орликин. Золотой софит. Да, они очень востребованы. Они ездят с фестиваля на фестиваль. Они ездят по разным городам на гастроли. Вот один из коллективов только что практически приедет к нам из Самары, из Золотой Репки. Другой коллектив недавно там побывал в Новосибирске на фестивале. Один из коллективов сразу с нашего фестиваля, через Санкт-Петербург, едет в Польшу на фестиваль. Ну, то есть они очень востребованы. И вот составить график. Так, чтобы они еще в этом графике нашли время. Нашли бятку. Да, чтобы они нашли время приехать сюда. Не для миллионника, не для Польши. Да, причем такой город, когда вот не всегда откуда-то можно там прилететь в нужное время. Это нужно ехать на поезде там из Санкт-Петербурга целые сутки. Ну, то есть очень востребованные люди. Вот. И вот это вот как бы одна из самых сложных и длительных историй было. Сначала подбор, потом все эти вопросы, согласование. Часть, к сожалению, там еще были варианты, которые отпали вот именно вот по временным, по техническим, по каким-то причинам. Одному и спектакли, ни одна площадка наша сценическая не подошла. Другие хотели, но никак не могут, потому что, значит, уже расписано. Это люди, у которых расписание составлено на год, на полтора вперед расписание их жизни. Вот. Еще люди творческие, с которыми надо договориться, которых надо привлечь. Да, да, да. Ну, помимо всего прочего, хочу добавить, что эта история в этом году впервые еще будет происходить благодаря Федеральному центру Министерства культуры Российской Федерации. Потому что в год театра, значит, в разных регионах, и у нас в регионе, значит, по Волжье нашего, значит, там был выбран оператор. Это, значит, некоммерческая организация в городе Ульяновский, там фонд поддержки культуры, значит, через которого осуществляется вся эта деятельность. Будет там и финансирование всего этого. Вот. И вот это такая программа культурная по Волжье, значит, благодаря которой, собственно говоря, мы получили вот этот грант, так это назовем, и благодаря которому, ну, при условии софинансирования, значит, из областного бюджета, плюс софинансирование наше, то, что мы заработали, продав билеты. Собственно говоря, благодаря этому всему и состоится этот фестиваль. Ну, звучит это все, конечно, замечательно и сказочно. Судя по офису, билеты вы продадите, если еще не продали все, я не знаю даже, как это сказать. Ну, там остались какие-то единичные, по сути дела, билеты, то есть уже никаких там массовых там. С вашей стороны софинансирование уже гарантировано. Ну, я надеюсь. Ну, знаете, как дело-то непредсказуемое. Понятно. Вы знаете, я вот уже не в первый раз пришел, вот был и на радиостанции «Мария», и на 9-м канале телевизионном был. И всегда там, знаете, я почему так сейчас много говорю, все-таки программа у нас довольно протяженная по времени, там нужно в сжатое время как-то все было сказать за 10 минут. Вот, так там я все начинал. Слушайте, о, какое счастье, что приезжают к нам вот эти прекрасные коллективы. Да, на эти спектакли в Москве и Санкт-Петербурге стоят очереди, люди месяцами не могут попасть на эти спектакли. А здесь просто подарок такой. Приехал этот подарок в город Киров. Прекрасные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Но, хочу добавить к этому, мы тоже, и театр «Кукол» кировский, и театр «Юного зрителя» тоже принимают участие в этом. Театр «Кукол» открывает программу? Да, в фестивале театр «Кукол» 17-го числа своим интересным спектаклем по Чуковскому, значит, открывает фестиваль 17-го числа. А театр «На Спаске», собственно говоря, закрывает этот фестиваль 22-го числа, последним спектаклем, коли на сочинение. Значит, вот такая вот история. Причем там, видите, спектакли совершенно разного формата. Есть спектакли, которые будут играться на большой сцене в большом зале, на полный зал. Есть спектакли, которые будут играться на большой сцене в большом зале, но с очень ограниченным количеством людей. В театре «Кукол» будет спектакль на малой сцене. В нашем театре будет два спектакля, когда зритель будет сидеть просто прямо на сцене, на специально подготовленных рядах, амфитеатром, значит, там не более ста человек. То есть значительное количество спектаклей носит камерный характер. Это как бы естественное требование режиссёров и руководителей коллективов. Это придаёт ещё больше такой душевности, загадочности. Да, да, да. То есть на двух спектаклях зритель будет находиться буквально в двух метрах от площадки, на которой будут работать актёры. Так сразу сейчас замолчали и задумались. Просто вот когда Володя перечислил, да, сказал, всего эти восемь спектаклей были. Значит, шесть названий. Каждое название будет сыграно по два раза. По два раза. Это 12 будет спектакля. Когда стал говорить, в одном спектакле будет то-то, в другом то-то, в третьем то-то, там будут сидеть там-то, я подумал, а вот таких вот традиционных спектаклей хотя бы один будет? И все будут просто сидеть в зале и просто смотреть на сцену. Традиционные спектакли будут, это вот спектакль театра «Кукол» и спектакль театра «Наспаска». Спектакль театра «Наспаска», я добавлю, пройдёт 18 сентября, в 11 часов это будут бременские музыканты. То есть, уточнение, потому что я смотрю тоже, Коля, на сочинение вообще написано «Санкт-Петербург». Да, мы просто завершаем фестиваль этим спектаклем на нашей площадке, и там состоится именно церемония закрытия фестиваля. А от нашего театра, да, бременские музыканты. Вот, и ещё по всем этим спектаклям надо поговорить, конечно, для Роскомнадзора о возрастных ограничениях. И вообще бы перечислить, какие есть спектакли, потому что всё запутанно, интересно, непонятно, а кто откуда, что куда, ничего тоже нет. Давайте сделаем вот, что у нас сейчас буквально 40 секунд перерыв на рекламу, а потом просто пройдёмся по программе, хорошо? Отлично. Давайте. Культпоход. Продолжаем программу «Культпоход». Сейчас мы, как и договорились, немножко поговорим о программе фестиваля, и так я понял, что читать нам программу придётся самостоятельно. Гости нам получили... Мы озвучиваем, гости комментируют. Да, могут и не комментировать. В принципе, Владимир Иванович правильно сказал, что те, кто хотят узнать поподробнее об этих спектаклях, во-первых, прекрасно знают адрес сайта. И театр на Спасске, и театр Кукол. И отдельный сайт уже заведён на «Вятка. Город детства», непосредственно на фестиваль, там есть вся информация очень подробная, конечно. Во-вторых, просто любой из этих спектаклей, я так полагаю, раз они такие популярные, если мы наберём просто в поисковике, то тут же нам вывалится и куча и критики, и отзывов, и содержания, чего угодно. Начинает всё 17 сентября, в 5 часов вечера открытие фестиваля, там, получается, в 6 часов вечера будет спектакль «Сказки Чуковского». Это наш Кировский театр Кукол и режиссёр Александр Хромов. С ограничением 6+. Да. Вот. Продолжается всё это. 18 сентября в 11.00 спектакль «Бременские музыканты», тоже Кировский театр на Спаске. Режиссёр Александр Трясцен с ограничением 6+. А 19 сентября в 12 и в 16 часов Санкт-Петербургский спектакль будет у нас комната «Герны», там ограничение 12+. Немножко посерьёзнее при постановке. Да, он и там и режиссёр, неоднократный лауреат «Золотой маски», и всё так загадочно, интересно. Ладно, всё это перетекает в 20 сентября. Театр «Особняк» называется. Да-да-да. 20 сентября, 11.14.00, спектакль «Слон. Москва» с ограничением 6+. Соответственно, Московский театр «Кукол», режиссёр Наталья Пахомова, тоже лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В этот же день, 20 сентября, в 4 часа и в 6 часов вечера, спектакль «Дурацкие дети Лёли и Минька». Мы сегодня уже упоминали его. Название мне очень классно нравится. Возрастное ограничение 12+, да? Я думаю, что хорошо знакома очень многим с детства, потому что это по произведению Зоченко одноимённому. Поэтому, наверное, многие даже в детстве читали из тех, кто нас в этот момент слышит. Моё детство, по крайней мере, вот с этим прошло, да? Ну, я немножко раньше родился, когда Зоченко был ещё не в фаворе. Это театр, это вообще независимый проект, режиссёр Светланы Иванова-Сергеева, как мы сегодня выяснили до эфира, которая в творческом пути, которого уже встречался наш город, и она в театре на Спасской ставила «Кошкин дом». Несомненно. Это было уже, если не изменяет память, лет 10 назад. Это был один из первых её спектаклей. Вот. А теперь Светлана Иванова-Сергеева, актриса-режиссёр МХТ имени Чехова. Отлично. Между прочим, да. 21 сентября. 21 сентября. В 12.15.00 спектакль «Вафельное сердце». Очень люблю эту историю. Замечательная книга. И спектакль, мне кажется, тоже очень сказочный про детей и про детское счастье. Спектакль из Москвы с ограничением 6+. Театр Творческое объединение 9. Режиссёр Иван Панчин, участник и лауреат Российской национальной премии «Арликин», «БТК-фест» и других театральных фестивалей. Вот мы пришли до последнего дня фестиваля. 22 сентября. Весеннее, осеннее уже равноденствие наступает. У нас постепенно в 11 часов утра и в 2 часа дня спектакль «Андерсон в поисках сказки». Это Творческое объединение 9. Опять-таки режиссёр Светлана Черникова. С ограничением 6+. И в 14.00-17.00 спектакль «Колина сочинение Санкт-Петербург» с ограничением 6+. Театральная лаборатория Яны Туминой. Режиссёр, соответственно, Яна Тумина. Режиссёр, доцент Санкт-Петербургской театральной академии. Неоднократный лауреат «Золотой маски». И после этого, в 18.30, 22 сентября, закрытие фестиваля. Вот такая программа, да. На самом деле, когда смотришь на названия, на фамилии, то вообще, мне кажется, это вот такой очень... Вот если брать вообще наш год театра, да, вот уже, можно сказать, в ретроспективе он заканчивается постепенно, да, по-моему, самое яркое. Но он медленно движется к финалу. Да, к сожалению, так хорошо было в год театра. Мне кажется, самое яркое событие всё-таки вот этого вот такого театрального сезона. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Оно очень объединяющее. Оно не только для детей, но и для взрослых. Посмотреть, в принципе, и уровень, и качество, и для всех творческих людей, которые... То есть, вспомнить все эти лаборатории, которые там ещё в программе есть, о которых мы говорили, то это на самом деле, конечно, очень полезная вещь. Да, и хочу добавить, однозначно, все эти спектакли, все без исключения, они, по сути дела, для семейного просмотра очень важны, очень важны. Потому что вот эти талантливые люди, которые создали эти спектакли, они очень хорошо чувствуют вот как-то проблемы детей разного возраста. Они владеют какими-то, я не знаю, там, чудесным пониманием всего этого дела, что даёт им возможность создать какие-то вот такие невероятно талантливые спектакли. То есть, там такой откровенный разговор по душам, значит, со зрителями, располагающих, значит... Ну, то есть, они, значит, ну, абсолютно там заслуженно получили все эти свои награды, потому что, ну... Ну, нет слов, чтобы передать свой там восторг в отношении там всех, кто создал эти спектакли. Ну, то есть, ещё отметим тогда, акцент такой сделаем, что вообще, конечно, лучше всего на этот фестиваль ходить с семьёй, да? Конечно. Родители идут. Да, ну, особенно там, где 6+, ну, таких детей, как правило, уже в одиночку не пускают на спектакль. Нет, ну, 6+. В театр вообще лучше ходить с семьёй. И идти не взято, а идти осознанно. Совершенно верно. И потом, наверное, так же вот уже дома, после спектакля, вот это всё после вкусия ощутить, обговорить, и в своей жизни, может быть, даже что-то пригодится вот из того, что увидел, из того, что понял. Ну, взрослый для себя делает какие-то, возможно, полезные выводы. Но, конечно, для взрослого, для родителя самое важное – повести беседу с ребёнком о том, что он увидел. Это же один из этапов, собственно говоря, становления, развития ребёнка. То есть, контакт с внешним миром, социализация. Момент рефлексии. А что лучше всего, а что запомнилось, чтобы ещё извлечь из ребёнка? Тоже какие-то эмоции. Ну, я же как педагог, мне вот это очень нравится, когда такое происходит. Так, ну, мы, наверное, сейчас дадим нашим гостям отдохнуть немножко. Ну, конечно. Потому что программа «Культ поход». Напомним, номер телефона. 211-101. Его, видимо, тут помнит только я. Да, потому что тебе хорошо получается. Мне очень нравится, как ты говоришь, 211-101. Хорошо. Вот. А мы сейчас огласим список призов, и, наверное, уже начнём тихонько задавать вопросы. Итак, как всегда, пригласительная на любой фильм и сеанс в кинотеатре смена. Пригласительная в театр нас с Паской от наших гостей, видимо, на какой-то из... Гости нет. Я не думаю, что это не фестиваль. Это будет не на фестиваль. Это я чуть-чуть позже расскажу. Да. Это будет как раз-таки на открытии нашего сезона, 84-го театрального сезона в театре на Спаской, премьера из спектакля, который называется «Иван, богатырский сын», созданного по произведению сказки современного драматурга Дарьи Уткиной. Забегая вперёд, могу сказать, что Дарья Уткина побывает в этой студии, но несколько позже. И ещё такой вопрос, когда, в какой день это будет, чтобы люди могли ориентироваться? Будет что? Спектакль. Спектакли пройдут, премьерные, с 26-го по 29-е сентября. Каждый день по несколько спектаклей там будет. И если будет желание и возможность, обязательно приходите, если успеете купить билет. Ну, кто-то может сегодня его выиграть. Ну, а кому-то, да. Да. Кроме того, у нас есть пригласительный билет на одного человека. Мне нравится такое, точнее, на одного человека. Да. В Гауде на закрытие мотосезона там гость Пётр Погодаев, голос Виктора Цуя о фильме Крела Серебренникова «Лето». Такой гость у нас будет. Кто-то озвучивал, да. 18+. Ну, это 14 сентября, в 19.00. Так что это скоро надо учитывать. Ну, самого главного не сказал. Здорово, да. Молодец. Да. Ну, и, конечно же, книги от магазина «Читай город». Андрей Ацтвацуров «Не кормите и не трогайте пеликанов». Роман известного филолога-писателя. Также о филологе-невротике не очень удачливом в жизни, оказывающемся в Лондоне с комичной детективной интригой. Но не особо смешное ограничение 18+. Алкофан. Хорошее название, да. Алкогольные напитки, культура питья. А также методы борьбы с похмельем, перегаром и быстрым опьянением. Ограничение 18+. Комментировать не буду. Какая полезная книга. Мартин Модер. Автор генетика на завтрак. Научные лайфхаки для повседневной жизни. Автор генетик, молекулярный биолог, популяризатор науки, поклонник самого процесса познания. Все очень легко, остроумно, увлекательно. Рассказывает о последних научных достижениях генетики. Но ограничение 18+. Эти и другие книги можно купить в магазине «Читай город» по адресам Преображенской улицы, 65 и Ленина, 103А. Пригласительная в галерею прогресса. Там продолжается выставка братьев Дорофеевых. Точнее, две выставки братьев Дорофеевых. Созвездие красоты. Нью-Арт. Ограничение 18+. И вселенная Дорофеевых. Живой виск. Графика. Ограничение 6+. А также пригласительный в драматический театр. На спектакль «Ханума». Комедия «Вадевиль» с музыкой, танцами и пантомимой в двух действиях. Это 13 сентября. Завтра в 18.00. Ограничение 12+. Напомню, что телефон нашего эфира 211-101. Если вы правильно ответите на вопрос, который зададут наши гости, либо мы, ведущие, то любой из этих призов вы сможете получить. Так, гости у нас есть вопросы? Да. Конечно. Вопрос у нас очень простой, поскольку сегодня все-таки во главе угла нашей программы стоит фестиваль «Вятка. Город детства». Владимир Иванович благоразумно не назвал, сколько раз в нашем городе проходил уже этот фестиваль, и в который раз, соответственно, фестиваль будет проходить, вот начиная с 17 сентября. Так вот, в который раз у нас будет проходить фестиваль «Вятка. Город детства». Слушай, на самом деле, я вспомнил, он сказал, что много лет уже. Да, да. А перед нами так предательский лежит листочек, с этим часом мы тоже не прочитали. Совершенно случайно это получилось, потому что вопросы я не готовил, Юля готовила вопросы, но я молодец. Ну что ж, я не думаю, что это самый сложный вопрос, потому что мы уже назвали все вот источники, где можно эту информацию получить, то есть гаджеты у всех в руках. Этот днажды звонок уже есть? Да у нас, вообще-то, люди некоторые даже без гаджетов это знают. Да? Звонят? Звонят. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Олег. Отлично. И в какой же раз в нашем городе проходит фестиваль «Вятка. Город детства»? Предположу, что в третий. А вот и неправильно. Мы дадим еще одну попытку? Еще один шанс, да-да-да, конечно, дадим. Ну, тогда в четвертый. И все равно неправильно. И все равно неправильно, да? Чет или нечет, любит, не любит. К сожалению, Олег, сегодня день не ваш, но зато вы уже точно совершенно для следующих звонивших два числа отменили. Будем ждать следующих звонков. Конечно. А вообще даже интересно, понимаете? Давайте тогда немножечко все-таки расскажу о том, на что мы разыгрываем билеты. Конечно, конечно. А это спектакль с маркировкой 6+. Создан он нашим режиссером Натальей Красильниковой. Она уже хорошо знакома зрителям. Они уже бывали на ее спектаклях. Спектакль создан по произведению Дарьи Откиной, как я уже и говорила, но по мотивам русских народных сказок. Там есть и Леший, и Русалка, и Баба Яга, и Кощей Бессмертный. Но настолько они все живые, современные и понятные ребенку. В то же время, кстати, все это соберегается с тем, что наши артисты брали уроки игры на народных музыкальных инструментах. То есть это музыкальный еще такой спектакль. Там с песнями, с прясками. Все очень здорово. Так, все очень здорово. А у нас все-таки есть еще один звонок. Здравствуйте. Я предположу, меня зовут Светлана, я предположу, что в пятый раз. Отлично. Да, Светлана, вы молодец. Я наугад. Вы наугад? Мне кажется, так. Вот, я тоже не знал, но когда вот человек, предыдущий позвонивший, сказал число 4, я просто понял, что правильно ответил это 5. Светлана, вы правильно ответили, хоть и наугад, но все равно приз ваш. Какой бы вы хотели получить приз? Ну, приглашение, конечно, в театр на Спаске. Вот на тот самый спектакль, о котором сейчас Юля рассказывает. Не кладите трубочку, наш режиссер объяснит вам, как вы сможете. Наш режиссер, сказал Николай. Наш, да. Вот, а мы сейчас должны сделать перерыв, полторы минутки. Хорошо. На рекламу, и потом вернемся в студию. Культ поход. Продолжаем программу культ поход. Напомню, что в гостях у нас сегодня представители нашего театра кукол, Владимир Грибанов, директор театра на Спасской. Театра кукол, ну, я сегодня разговаривал. Театр на Спасской. Это что, кто-нибудь вам это не простит, наверняка. Кто-нибудь подумает, что в этом есть интрига. Владимир Грибанов, директор театра на Спасской, председатель Кировского отделения союза театральных деятелей. Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра на Спасской. Говорим мы о Всероссийском театральном фестивале лаборатории «Вятка. Город детства», который стартует 17 сентября на сценах двух наших театров, вот как раз театра кукол и театра на Спасской. Но и заодно проводим еще и викторину. Телефон нашей студии 211-101. И вот Аня хочет задать вам вопрос. Ну, раз уже сказали театр кукол, так театр кукол. Только вопрос будет про театр кукол имени Образцова, который находится в Москве. Есть там один очень интересный спектакль, помимо многих невероятных и довольно-таки старых, премьера которого состоялась в 1946 году, и который вошел в Книгу рекордов Гиннеса, и который до сих пор является одним из самых популярных спектаклей, кукольных, но ограничение у него, конечно, 12+, уходят на него в основном взрослые. Так вот, вопрос такой. Чему же он посвящен? Повестям Гоголя, советскому спорту или эстраде 20-го века? Все понятно сделали, что сразу поняли, чему он посвящен. Но нам нельзя отвечать, поэтому мы молчим. Я в тех раз, когда бываю в этой программе, я прям по-черному начинаю завидовать людям, которые дозваниваются, потому что такие книги иногда бывают. Да, книжки забывают, и билетики бывают в Театр на Спасской. Вот, да, иногда хочется и билетики в Театр на Спасской. А мы бесплатно ходим в Театр на Спасской. Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Светлана. Я только слышала два варианта. Люи и эстраде 20-го века. А второй вариант какой? Вот первый вариант по вестям Гоголя, второй советскому спорту и третий эстраде 20-го века. Ну, давайте эстраде 20-го века. И это абсолютно правильно. Это был спектакль, необыкновенный концерт, своеобразная сатира, комическая кукольная пародия на концерты 20-го века с весьма специфическим юмором. И там довольно забавные артисты, дирижеры. Мне удалось его посмотреть и советую всем, кто окажется в Москве. Ну, его видели очень многие, его по телевизору показывали регулярно практически каждый год. Ну, я вот уже позже родилась, видимо. Вот. Ну, что ж, сегодня ваш день, Светлана. Что хотите получить? Да, да, я выбираю смена. Ну, это я даже не совершенно не сомневался, потому что вы всегда выбираете в смену, вы, наверное, самый частый посетитель. Спасибо, Светлана, за правильный ответ. Вот. Гости, у нас есть еще вопросы от вас? Нет, мы воздержимся. Тогда, наверное, опять вернусь я к своей рок-н-ролльной теме. Как же я без этого туда? Вот. Я в том еще выпуске начал вспоминать про старину Нила Янга, вот, такого прекрасного американца, который не просто американу пел, а еще к тому же считается крестным отцом, извините, гранжа. И Курт Кобейн, когда отходил в мир иной, он в своей предсмертной записке процитировал именно песню Нила Янга. Он считал его своим крестным отцом. Но я сегодня не о том. Нил Янг вообще такой товарищ интересный, он очень плотно связан с миром кино. Мало того, что он женат на популярнейшей актрисе, там, Даррил Ханна у него сейчас жена, нормально, хорошо, долго уже живут. Кроме того, он и снимается, и поется, и даже целые саундтреки для фильмов делает. Я думаю, что те, кто любит Джима Джармуса, прекрасно помнят фильм «Мертвец», где полностью весь саундтрек сделал Нил Янг. Просто сел, так вот ему показали, значит, как топер, да, вот он включили, не мое кино. Он взял гитару и, собственно, сделал вот этот саундтрек прекрасный, атмосферный. Вот. Но дело в том, что у Джима Джармуса, он не только в этом фильме звучит полностью сначала до конца, а еще в одном фильме, менее популярном у нас в России. И вот три варианта ответа. В каком из этих трех фильмов звучит музыка Нила Янга? Вот я сейчас представлю их, а вы подумайте сами. Первый вариант – это «Сломанные цветы». Второй вариант – это «Год лошади». И третий – это «Кофе и сигареты». Три известнейших фильма. Я не знаю ответа, как будто бы. Мне все показывают ответ, да? Итак, три варианта ответа. «Сломанные цветы», «Год лошади» или «Кофе и сигареты». Кто ответит про ответ, кто получит прессу. А мне так интересно, я так люблю Джима Джармуса. Теперь ты еще и Нила Янга полюбишь, которому, опять же, Джармус безумно любит сам. Я в прошлом эфире уже узнала, откуда он, где он родился. Да. Ну, у нас есть желающие ответить. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей. В каком же из этих трех фильмов Джима Джармуса звучит музыка Нила Янга? Так, ну давайте будем угадывать «Год лошади». Абсолютно правильно угадали. Мало того, что этот фильм полностью посвящен Нилу Янгу, это вообще-то фильм-концерт. У него группа такая, «Крейзи Хорс», «Безумная лошадь», так сказать, «Год лошади». Вы бы совершенно правильно угадали с первого раза. Так что вашей проницательности можно только позавидовать. Какой приз вы хотели бы получить? Книгу про генетику. Книга про генетику на завтрак. Мартин Модер «Генетика на завтрак. Научная лавхаки для последневной жизни». Ну что ж, прекрасная книга. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор, да. Хотя я бы, наверное, выбрал все-таки вот предыдущую, которая «Алкофан». Ну, у каждого свои проблемы. Николай, трубочка вам объясняет, как эту книжку получить. Интересная у вас проблема, Николай. Ну, у меня нормальная русская проблема с вашей стороны. Я бы даже не сказал, что она пока такая уж сильная проблема. Осознанная проблема. Осознанная, да. Мы живем в России. Ну что, гости, у вас родился еще какой-нибудь вопрос? А вам очень хочется. Конечно. Вам очень хочется. Всегда приятно, когда гостят запросы, они такие интересные. А давайте мы возьмем несколько звонков и, скажем, три. И кто из этих людей назовет большее количество народных музыкальных инструментов, тот и получит пригласительные билеты на спектакль «Иван Богатырский сын». То есть человек должен позвонить и назвать просто известные ему русские народные инструменты. Да. Да. Причем следующий звонящий может перечитать и то, что говорил предыдущий. А следующий звонящий может добавить либо одно, либо два. И если будет еще один звонок на третий, и кто-то добавит еще один, ну тогда он и выигрывает. Ну что ж, интересно. А может быть, даже и второго не окажется. А может быть, даже и второго не окажется. Ну мы посмотрим. То есть как бы у нас такая в долгую вопрос пошел. До конца мира будут, пусть люди не позвонят и называют. Ну интересно, интересно. Интересно. А твой следующий вопрос, Адюш, на следующей передаче я положу. Потому что сегодня будем только так. Нет, это хорошее, мне нравится. Я недавно, где-то, наверное, год назад, как раз делал домашнее задание. По народным русским инструментам. Я нашел очень много названий. Которые ты никогда в жизни не слышал. Я когда сдавала экзамен по географии в 10 классе, я перечисляла русские неалкогольные народные напитки. Так вот я же не знала, что их так много в моей голове даже существует. Ну вот видишь как, а здесь народные инструменты. Так, ну что, первый. Хорошо, что только в голове. Первый. Добрый день. Лё, добрый день. Как вас зовут? Сергей. Сергей, ну какие вы знаете русские народные инструменты? А мы вам пальчики загибать. Балалайка, домара, баян. Так. Ну это из современных. А, вот как. Мы теперь в древность пойдем, да? Я думаю, как это гусли там, это понятно. А вы назвали гусли, да, ведь назвали? Ну это четвертый. Четвертый гусли. Ну я думаю, это древний. Гусли до сих пор не используются. И у нас даже в оркестре в нашем народных инструментах гусли есть. Так. Четыре, да? Так. Труба. Труба. Ну труба, а не корректное название. Давайте все-таки народные инструменты, народное название. Флейта. Как? Флейта. 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 Не думаю, что это русский народный инструмент. Я бы тоже не назвала это русским народным инструментом. У нас по-другому назывались духовые инструменты. Ну тогда что-то пока все. Да, вот четыре мы за вами записали. Значит, сейчас наш редактор ваш номер телефончика запишет. Да, уже кто-то за стеклокину показывает буквально. Подсказывает, по телефону это не видно. Ваш номер телефончика запишет. Если мы вас признаем победителем, то вам перезвоним, и вы сами выберете приз. Хорошо? На самом деле, да. Я пока, например, его слушаю. Нет, извини, Юль, просто напомним, что следующий позвонивший может к этим четырем инструментам добавлять еще те, которые он знает. Совершенно верно, да. Вот, если больше звонящих не будет, то приз уйдет. Конечно. Я вам позвонившему. Отлично. У меня сейчас на этих названий роилась такая куча. Ну, мне понравилось, конечно. Аня Лапшина из «Стекла» там уже показала, значит. Я даже понял, что... Там в этом спектакле вот много русских народных инструментов задействовано? Или только вот те, как он наш сказал, слушатели, современные? Там как раз вот те, которые он назвал, их практически нет. Ну, балалайка есть. Балалайка есть, да. Ну, без балалайки вообще как бы это, наверное, просто... Не, ну, там красиво. Есть звоночек. Есть звоночек. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Николай. Я хочу получаться в вашем конкурсе и продолжить наименование инструментов. Продолжайте. Так, рожок, домра, баян, гармонь, бубен. Гармонь, бубен, домра. Это гусли, домра. Было. Так, ну, балалайка. Было. Так, то есть три новых вы назвали, кроме тех четырех, которые были. Рожок. Только рожок. И что? Только рожок. Баян был. Гармонь. Рожок и гармонь. И еще и дрова. Ну, в какой-то мере. Но не приму. Ну, нет. Дрова не принимаем. Рожок и гармонь принимаем. Рожок и гармонь мы приняли у вас. Все равно вы пока претендент на победу. Хорошо, понял. Также точно не кладите трубочку, ваш номер телефона запишут. Если вы будете окончательным, так сказать, победителем, то вам позвонят. А мы продолжим про этот спектакль, потому что, смотри, вот, ты говоришь, что не все инструменты вот такие классические, как бы, да, то есть там кроме балалайки, дурники. А кто учил на этом играть? Специально обученные люди. А кто учил специально обученных людей? Ну, что, по классу там, извините, в шарманке у нас в гармонии давно не принимают. А вот, ты знаешь, а я, честно говоря, даже не уточнила, кто их учил, но действительно приходил педагог, их обучали. То есть вот именно на этих, вот, как бы, скажем так, вот, ну, как наш... То есть это не просто так, это не самоучество. И вот где-то кто-то специально находил этих людей, мне просто интересно, они кировские, они живут в Кирове? Ну, вот, да, да, ну, понимаете, если начать вот что-то это объяснять, то нам придется называть те инструменты, на которых они играют. Давайте не будем, не будем, да, вот называть. Да, вот этого нельзя. Просто мне интересно, где живут эти люди, откуда они вот здесь, и кто-то, и кто-то учил. Видимо, кто-то умел, и кто-то научил. Ну, мы же знаем, мы, талантливых музыкальных людей, которые владеют не одним инструментом, которым они обучались там в консерватории, а владеют самым набором разным и могут обучаться игре, и в том числе и на ударных, на стучальных всяких инструментах. Кстати, его тоже почему-то никто не называет. Да, да. Тьма русских народных инструментов. Я уже такой короткий подсказку даже сделал, можно сказать. Есть еще звонящий, да? Один, да? Так, сейчас. У нас одна минута буквально осталась. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ложка, я хотела бы добавить еще свирель. Свирель. Хорошо. И все? Все. А вот мы тут вспоминаем, что есть много интересных ударных русских народных инструментов. Жалейки, ложки, колюки. Ну, может, барабаны какую-нибудь. Барабаны. Да те же ложки наши деревянные, ансамбль Лошкарей, вы наверняка должны помнить такие. Да, это же ложки, действительно. Трещотки, валики. Трещотки, валики, да та же пила. Ну, мы уже подсказываем, потому что очевидно, что вы победитель. Потому что очевидно, что вы, так как вы последний позвонивший, вы назвали, дополнили наш длинный список свирелью, то вы, конечно, победитель. Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы сможете получить приз. Приз вы тоже выберете у редактора, потому что наше время в эфире подошло к концу. Спасибо большое нашим гостям. Успеха на фестивале. Приходите еще, будем вас очень и очень ждать. Спасибо гостям, спасибо ведущим и до свидания. Всего доброго.